Добрый вечер всем, кто на Щелковском. Программа «Диалог», как всегда, по вторникам с вами. Этот выпуск проведу для вас я, Ирина Микеда. А говорить мы сегодня будем о работе одного учреждения культуры, по секрету скажу моего любимого, в студии программы директора Щелковского историко-краеведческого музея Натальи Богданова. Добрый вечер. Добрый вечер. Рада видеть в студии. Взаимно. Спасибо, что согласилась прийти. Это прямой эфир. Телефоны 56 714 40 714 50. Пожалуйста, звоните. Мы в ближайший час ждем ваших вопросов. Задавайте. Так вот, поехали. Здание нашего музея, Щелковского историко-краеведческого, угловой дом на площади. Много названий у него было. Адрес, кстати, официальный, Советская 54. Да, но нет такого человека в Щелкове, который бы его не знал. Не адрес, а дом я имею в виду. В прошлом году в жизни музея произошло знаковое событие, к которому давно готовились морально и физически, и материально. Открылось новое экспозиционное выставочное пространство. На третьем этаже. И это действительно было событие года. Оно вошло во все официальные отчеты, скажем так. И в том числе наши итоги года. Мы не могли этого не отметить. Это здорово. Здорово. Когда-то мы говорили, и я хочу сказать, что мы с Натальей давно знакомы, поэтому немножко сегодня позволим себе вольность. Мы с тобой говорили, и ты сказала, что мы строим музей будущего. Вот расскажи, пожалуйста, как строили, строили и построили. Музей будущего? Ну, музей мы еще не до конца достроили, а только закончили ремонт, будем так сказать, воплощение задумки нашего архитектора Алексея Воробьева на третьем этаже. Сейчас приступили к формированию экспозиции. И мы понимаем, что у нас еще впереди первый этаж. Но мы все делаем последовательно. Я также вспоминаю наш с тобой разговор, где я говорила, что торопиться мы не будем. Будем делать все тщательно, обдуманно и продуманно. Обращаем внимание на детали. Я тебя немножко перебью. Предлагаю нашим зрителям посмотреть, как же там все-таки все было до того, как началась реконструкция и как стало после. 4 ноября официально первые мероприятия прошли. 4 ноября прошлого года. И вот сейчас давай мы будем смотреть и рассказывать, как вот, собственно, все было. Ну, да, вот здание, которое сложно не узнать, которое является, наверное, лицом, знаковым объектом в городе. Да, это вот перед вами как раз наш архитектор Алексей Воробьев. И вы видите процесс ремонта. То есть мы все демонтировали до основания. Полностью заменили пол. Тоже был специальный проект для того, чтобы этот пол выровнять. Попытались сохранить кладку. Это вот входная зона в старом виде, так сказать. Это то, что отперил, осталось... Элемент, да. Здесь раскрыли кирпич старый, отшлифовали его. Это как раз вот мероприятие 4 ноября, где у нас были почетные гости с утра. Затем мы были доступны для всех желающих до часу ночи. Это мероприятие называется Ночь искусств. Поэтому был прекрасный повод. Вот интересное решение этой перегородки, которая тоже задумка Алексея. Заметьте, что рисунок на металле – это подлинный рисунок эскиза тканей, который хранится в нашем фонде. А ткани, разумеется, происхождение из шелковой... Интересная деталь. Обратите внимание, воздуховоды исторические, которые стали для нас теперь таким декоративным, будем так говорить, архитектурным элементом, подсвечены. И вот я вижу в кадре, там видно камушки интересные. Тоже я про них потом расскажу. Одесса Андрей посетил наше мероприятие. У вас там много кто посетил, а ты благодарила людей, да? Да, да. Пришли те, кто помогал. Кто помогал – это и представители администрации. Я не боюсь выражать им свою благодарность. Всегда это делаю. И меценаты наши, и спонсоры. В общем, большое количество людей, которые остались неравнодушными. Это здорово. Давай сделаем акцент на основные фишечки. Вот этот вот открытый кирпич, который... Ну, начнем с того, что вот все это пространство третьего этажа, там были кабинеты. Там когда-то был расчетный центр ЖКХ. Да, да, да. И все стенки были сломаны. И у нас был фильм, мы там интересно рассказывали, ну, ты там интересно рассказывала с коллегами, что интересного вы нашли на этом третьем этаже, когда все лишнее было демонтировано. Да, сначала не очень интересно. Сначала мы нашли плесень на потолке, азбестовые стены, огромное количество мусора, которое мы вывезли на 25 камазах под досками в полу, обрезанные лаги, так сказать. Потому что, видимо, люди, которые там находились, они не понимали, что делали, и совсем не любили наше здание. А потом уже были интересные такие моменты, когда мы обнаружили телефон на кабинетах Надежды Константиновной Крупской, и сохранившиеся газеты, какие-то заметки в этих газетах, которые потом мы расчистили, так сказать, привели в порядок и сохранили для наших фондов. – Ты сказала, что продолжается еще работа, что открыть-то открыли, но полностью экспозиция еще не закончена. Мы сегодня об этом даже что-то, может быть, мы сегодня и покажем. А вот сейчас давай о том, что уже поселилось в этом новом пространстве, в этих новых интерьерах музейных третьего этажа. – Ну, прежде всего, на третий этаж переехал выставочный зал, который раньше был у нас на первом этаже. Но этот зал не просто выставочный, он может использован быть и для различных мероприятий, в том числе и концертных, и для каких-то конференций, встреч творческих, для презентаций. Он очень хорошо оборудован, хорошим светом, хорошими экспозиционными, экспозиционным оборудованием. Есть даже маленькая сцена, есть даже, будем так говорить, гримерка и хранение специальных предметов для выступления. – Мы можем также показать, что у нас есть, да, то, что те мероприятия, которые уже прошли, ну, и пока таких знаков было не так много, собственно, открытий, потому что мероприятие – это не один день у вас происходит. Вот, да, вот. Продолжай, пожалуйста, рассказывай. – Вот. Ну и, конечно, начали экспозицию мы с зала войн XX века, так она у нас называется, между сотрудниками, и с Первой мировой войны. – Эта экспозиция будет постоянная, да? – Да, эта экспозиция будет постоянная. – То есть вот сейчас мы смотрим на экране, это временная экспозиция, это выставки, а есть еще там же, не еще, а, собственно, там же, на третьем этаже. – Главные залы отведены, конечно, для постоянной экспозиции. – Это вот то, что в предыдущем сюжете мы, уважаемые зрители, показали. Там вот как раз в этих залах разместится постоянная экспозиция. – История XX века. – Собирать ее начали. – Да. Далее Великая Отечественная война и конфликты. – В Афганистане участники щелковцев этих конфликтов, в Чечне. – Ну и, конечно же, мирное время. И вот эта как раз красивая стойка с вырезанными цветами, она отделяет военное время от мирного. И у нас между сотрудниками она называется ситцевым коридором. Как я уже говорила, это рисунок ткани. И вечером при правильном освещении, постановочном освещении, эти цветы очень красиво гризалью отображаются на потолке, на сводчатом. Кстати, вот внешняя оболочка здания, что внутри, она полностью сохранена и восстановлена. Открыты балки, конструкции, сводчатые потолки, вот частично кирпичная окладка – самые интересные детали, которые можно показать. Она правильно подсвечена, поэтому наполнение современное, оно идет внутри вот этого пространства. Этого и добивался наш архитектор. Я всегда говорила, что здание, само здание музея – это его главный экспонат. Потому что оно у нас стареешься, челкивает. Правильно, правильно. Больше 100 лет, 1911 год постройки. И оно само по себе музейный экспонат. И вот практически весь этот угловой корпус, не считая жилой пристройки. Более поздней, в 30-х годах. Да, более поздней, которая со стороны первого советского переулка. Вот это вот все ваше теперь. Да. И проводить в этом вот вашем, как мы видим в наших кадрах, можно и выставки, и концерты, и встречи какие-то творческие, да? Конечно. Что, собственно, и проводится. И вот такое расширение, кстати говоря, хотела обратить внимание, позволило нам сделать более удобным для посетителей нашу входную зону. Обратили внимание, что там ей показали лестницу, да, которую мы сейчас привели в очень красивый вид. Там развешены афиши, там есть возможность отдохнуть на деревянных ступенях. И даже детям разрешаем залезть с ногами туда, посидеть несколько рядов. Не только детям. Да, да, да. И у нас появился гардероб. В конце концов, появился сувенирный киоск. И, в общем, более цивилизованное такое погружение в историю стало. Более цивилизованное. Ну, сгрузили старые помещения первого этажа, имеющиеся помещения. Это позволило что-то там новое разместить. Ну, да, гардеробную. А что, кстати, осталось в выставочном зале первого этажа? Что там? Что осталось на старых площадях? На старых площадях осталась история Щелковского края до 20 века. Она разделена тоже на тематические залы. Но они пока временное такое размещение, потому что в проекте они выглядят совсем по-другому. И они переформатированы также. А вот выставочный зал конкретно, там, где проходили выставки, будет отдан сейчас под историю усадеб Щелковского района. Я сейчас, может, неожиданный вопрос тебе задам. А вот какой? Ну, безусловно, не все жители Щелкова в музее были. Хоть в старом пространстве, хоть в новом пространстве. Мы еще впереди расскажем, собственно, немножко об истории, о самой истории музея. А что там смотреть-то? Вот не идут, а что там смотреть? Вот если нет выставки, которая заинтересовала, которые мы, допустим, в новостях рассказали или в каких-то наших программах. Какие экспонаты, может быть, ты отметишь, как наиболее интересные и наиболее ценные? Этот вопрос мне очень часто задают. И я хочу сказать, что как определить ценность экспоната. Есть очень дорогой предмет, да, антикварный. Он дорого стоит на вот этом антикварном рынке. А есть документ, который касается истории нашей земли, истории какой-то семьи, человека, с которым связаны, может быть, какие-то важные события, происходящие в Щелковском районе. Как ценность его определить? Вот для нас он, пожалуй, даже может быть более ценный, потому что все-таки мы историко-краеведческий музей. Поэтому здесь, наверное, нельзя говорить так вот в лоб о ценности экспоната. Но есть дорогие экспонаты по душе, как говорится. Это, конечно же, прежде всего предметы конца 19 века, потому что мы над ними проводили большую работу, восстанавливали их, расчищали, добывали, будем так говорить. Находили для них деньги, чтобы, может быть, где-то выкупить. Конечно, они вот нам дороги таким вот образом. А реставрация проводится? Конечно, реставрация проводится последние 4 года. Я считаю, она активно проводится в том объеме относительно музейного фонда, который у нас есть. Было время, когда мы позволяли на бюджетные деньги реставрировать. Сейчас, конечно, реставрация проходит большей частью за счет меценатов. Хотела бы поблагодарить этих людей, эти компании. Это компания «Аграхим» и «Лидер». Поблагодарить их директоров за то, что они активно участвуют в нашей музейной жизни и реставрируют нам предметы наши музейные. У меня, как всегда, к тебе много вопросов. Может быть, я даже и знаю ответы на них на все, но это же я знаю, потому что я давно дружу с музеем. Я надеюсь. Я надеюсь взаимно. Да. Мне почему-то хочется опять вернуться к выставкам, спросить тебя о том, как они появляются, откуда. Потому что выставки, вот сейчас выставка Евгения Расторгуева, художника, я посмотрела, но, на мой взгляд, она совершенно уникальная тем, что она выпадает напрочь из вообще всего контекста, который у нас в Щелкове, в нашем городском округе, на эту тему есть и был. Потому что, ну, это вот какой-то другой уровень, это вот уровень государственных музеев, там, русском музее, что-то такое, наверное, можно посмотреть в Третьяковской галерее, в Пушкинском, если выставки какие-то там происходят. Вот, да, уточню. Вот откуда оно берется? И можно даже, я даже попрошу коллег еще раз показать видео о выставках. Ира, очень хорошо, что ты назвала себя нашим другом, мы этому очень рады, потому что, как профессионал, конечно, ты нас очень грамотно и красиво освещаешь все, что происходит у нас в музее. Ну, кроме этого, я хотела бы вот сказать зрителям, что Ирина тоже меценат музея. Ряд предметов, которые нам подарила, уникальное кресло и фотофотографии исторические, они представлены в экспозиции нашего музея. И я знаю, что Ирина раздумывает, что бы еще подарить нашему музею. А по выставкам я хочу сказать, что есть выставки из наших фондов, есть выставки, которые мы разыскиваем сами. Я родилась в художественной семье, у меня есть огромное количество знакомых, которые были приятелями моих родителей. И мы продолжаем дружить, и я пользуюсь этими связями в хорошем смысле слова. Есть у нас еще коллекционер Алексей Завенович Бабаян, который ходит в попечительский совет музея. И он знаком с художественным миром, коллекционирует работы, помогает, вкладывает деньги в искусство. И предлагает нам интересные выставочные проекты, знакомит нас с владельцами этих коллекций. И люди приезжают в музей, остаются под большим впечатлением от профессионализма наших сотрудников, художников, научных сотрудников, от того пространства, где будет представлена их выставка. И с огромным удовольствием соглашаются представить свои работы у нас в музее. На самом деле у вас выставки бывают настолько необычные, что просто ничего подобного на Щелковской земле и не проводилось никогда. Очень рада, что это ты отметила. Надеюсь, что и посетители это тоже понимают. А что касается Алексея, я помню, ты рассказывала, началось еще с выставки фарфора, да? Сколько-то лет назад. А потом оказалось, оказывается, он может больше, да? Да, да, да. И вы эти его возможности больше стали использовать? Ну, знаете, вот, если мы уж говорим об этом, припоминая эту встречу, ведь Алексей достаточно робко себе повел. Он сначала, зайдя, осмотрел музей, потом, значит, предложил эту выставку. Что мне понравилось, он совершенно не наставил на какой-то своей концепции. Он доверился нам. И когда вот нам доверяют, всегда получается очень все хорошо. Но, вы знаете, вы все-таки, наверное, гений места, да? Вот это место, оно, потому что оно, наверное, историческое. И столько много видела, оно и показывает людям себя во всей красе. То есть обнимает эти предметы и вот так красиво их представляет. Потому что не было еще ни одного художника и человека, связанного с искусством, который бы сказал, здесь мне у вас не понравилось, как у вас плохо. Нет, он все время говорит, вроде бы маленький зал, а так все душевно, да? Все так на месте. А третий этаж? И третий этаж, да. Он сохранил эту лауру? Я думаю, что сохранил. Больше пространства, конечно, стало. Не все выставки могут туда подходить, может быть, потому что разница все-таки есть. 50 квадратных метров и 80. Разница есть. Ну, я думаю, что когда станет постоянная экспозиция, это уже будет тоже по-другому восприниматься. Спасибо. Вот мы вроде бы поговорили об основном направлении работы Щелковского историко-краеведческого музея. Но я знаю, что у вас при музее создан еще такое подразделение, которое называется Туристско-информационный центр. Вот что это такое? Расскажи, пожалуйста, для чего это нужно, в чем заключается его смысл, для чего, что там можно интересного, какую интересную информацию он до посетителей доносит. Туристско-информационный центр не так давно у нас создан. Конечно, может быть, нам хотелось бы, чтобы его развитие было более активным. Но пока мы его развиваем так, как умеем. Визуально он представлен на первом этаже, где вход. Да, 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 вот это вот стойка, на которой размещена афиша всех мероприятий, в том числе, вот как вы видите, и концерты, и театральные постановки, и праздники, и фестивали. Большой такой сенсорный монитор. Да, который позволяет и людям с ограниченными возможностями, слабовидящим, например, раскрыть картинку побольше. Сейчас мы подключим еще, наверное, к нему и звук. Также издание под едой этого центра. Вот это вот совершенно замечательная штука. Детский путеводитель. Исторический, вот прямо с первой страницы, представленный по-современному. Заметьте, кстати, что даже фон на каждом развороте – это эскизы тканей, которые хранятся у нас в музее. Каждый разворот страницы. Этот буклетик можно у вас там найти, приобрести, да? Я правильно понимаю? Да, приобрести полностью продукт нашего музея. Полностью. Начиная от концепции, заканчивая представленными материалами, текстами, фотографиями, которые в фондах у нас хранятся с фотоконкурсов, и рисунками детскими, которые остались также у нас после ежегодных конкурсов детского рисунка. Ты упомянула сегодня уже то, что появилась возможность открыть сувенирный киоск. И не так много, честно говоря, а щелка сувениров вообще в городе, в городском округе продается. А у вас там это есть. И это направление тоже такое специальное. Ну, пусть это будет рекламой. Скажи, что там интересного есть. Но для того, чтобы открыть сувенирный киоск, надо было провести большую работу по изменению устава, к примеру, внести вот эти изменения, что нам разрешено иметь сувенирный киоск. Финансируется этот сувенирный киоск на, будем так говорить, пожертвования. Потому что мы не можем пока тратить бюджетные деньги на производство сувениров. Ну, и он себя пока еще не окупает. Конечно, нет. Он не окупает, но он активно продвигает наш музей и туризм в Щелковском районе. Теперь уже в городском округе Щелково. Потому что у нас совершенно нет там никаких китайских сувениров. Исключительно, опять же таки, если брать сувенир как предмет, это наш продукт. Мы его сами создавали, наши художники рисовали. И мы использовали наши фонды, чтобы это воплотить на этом предмете, показать картинку. И книги наших краеведов. Вот это вот следующий мой вопрос был, кстати, к которому ты очень плавно перешла. Об изданиях. Я знаю, что каждый год в музее происходит, или не каждый, происходит презентация новых изданий о Щелковской земле, в каждом, в Щелковском крае. И тоже это все аккумулируется там же, в музее, в сувенирном киоске. Все это можно там найти. Да, правильно? Да, конечно. Какие-то интересные издания сейчас появились, кроме этого замечательного путеводителя. Ну, я просто вот, он мне очень нравится. Хотя он вообще-то больше для детей. Конечно бы, наверное, нашему читателю и посетителям музея интересны были бы книги, хорошо иллюстрированные. В жестких переплетах, с хорошей подачей материала. Но мы понимаем, что краеведы не могут финансировать свой продукт в таком объеме, чтобы издать такую книгу. Это вот, наверное, главная проблема при реализации книги. Но люди, которые интересуются историей, краеведением, им все равно, как представлена эта книга, им главный материал. Поэтому я бы хотела, конечно, отметить прежде всего книги Георгия Васильевича Ровенского. В большом количестве они у нас представлены. Это книги с таким большим изложением материала, большого исторического диапазона. От изучения усадеб до военных лет. Милиана Моисеевича Федорова. Конечно же, хотел бы отметить, что его книги – это полностью материал, основанный на архивных материалах, которые он тщательно... Гений архивного дела. ...выверяет и проверяет, да. Это книги, будем так говорить, молодого автора, послыхалина Александра. Три замечательные у нас книги представлены. Об истории Щелкова, Фрианова и усадьбы Гребнева. Книга Алмазова. К сожалению, я извиняюсь, я не помню автора этой книги. Но это очень красивое издание. Его приятно держать в руках, листать. Ну, еще, пожалуй, наверное, все. Если не все, то можно прийти и ознакомиться, и приобрести, и почитать. Конечно. Получить полезную информацию об истории Щелковского края. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. И у нас прямо сейчас есть звонок телезрителей. Давайте послушаем. Здравствуйте, кто нам дозвонился. Слушаем вас. Алло. Добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, Наталья Владимировна. Добрый вечер, Ирина Геннадьевна. Здравствуйте. Меня зовут Александр Николаевич. Александр Николаевич, здрасте. Я достаточно часто бываю в музее. И не только в нашем музее. Но я постараюсь, если бываю в других городах, бывать в музеях. Ну, в музеях, картинных галереях других городов. И должен отметить, что наш музей является, с моей точки зрения, не профессионалом, не специалистом, а обыкновенного рядового гражданина. Ну, считаю, что одним из самых лучших тех музеев, которые я смотрел. Поэтому, Наталья Владимировна, вам и вашему коллективу огромное спасибо за то, что вы делаете. Это, на самом деле, прекрасный очаг культуры. И очень хотелось бы, чтобы все развивалось и дальше. А вопрос у меня, вопрос у меня несколько абстрактный. Вот когда-то вы заговорили о туризме, но вы человек искусства и ответите, я думаю, на этот вопрос. И он звучит таким образом. У каждого здания, говорят, у каждого города, у каждого населенного пункта есть свое лицо. Вот хотелось бы узнать ваше мнение. Какое же лицо у нас у города Щелково? И вообще, чем наш город отличается, допустим, в лучшую сторону от других городов Московской области, хотя бы нашего региона, нашего, так сказать, кластера, нашего ближайших городов? Спасибо. Спасибо, Александр Николаевич. Если, Наталья, не полностью ответит на ваш вопрос, ну, я что-нибудь добавлю. Пожалуйста. Лицо, конечно, нашего города меняется с течением времени. Это накладывает на это лицо, так сказать, отпечаток, чем люди занимались в этом городе. Но если брать в общем, то я считаю, что лицо города – это его историческая архитектура, современная архитектура, какие-то благоустроенные зоны, какие-то точки притяжения для населения. Ну, наверное, может быть, еще и художественное оформление улиц, городов. Ну, будем так говорить, подача рекламы. Над этим, кстати, в Московской области, мне кажется, очень активно сейчас работают соответствующие подразделения. Ну, вот, пожалуй, вот так бы я ответила. И я хочу сказать, что, конечно, у нашего города есть лицо. Это лицо современного города, прежде всего. Это зона притяжения. Это, конечно же, с моей точки зрения, это река. И что рядом с ней находится. Прекрасные набережные, которые у нас появились, появлялись и появились с течением времени. Ну, я бы сказала, что это вот... Почему бы не отнести музей к лицу города? Да не отнести музей, а музей просто... Как здание. Это просто главное лицо нашего города. Вот если про город говорить, да, то я бы так сказала. Да, мы в свое время проводили даже голосование среди жителей по выбору самого знакового объекта. Ну, тогда был выбран Троицкий собор, что, в общем-то, тоже не исключает. Да, 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 конечно, забыла про это. Но я все равно для себя... Вот здание, угловое здание бывшего книжного магазина, за которое я знаю, что краеведы Щелковские много-много лет боролись, в принципе, чтобы отдать его под музей. И получили это 20 лет назад. Вот все-таки лицо, оно там. Но об этом здании и об истории музея в этом здании мы поговорим после небольшой рекламной паузы. Поэтому далеко не уходите. У нас еще впереди много интересного рассказать и показать. Еще раз всем добрый вечер. Это программа «Диалог». Спасибо, что вы остались с нами во время рекламы. Как и обещали, мы продолжаем. А продолжаем мы наш диалог сегодня с директором Щелковского историко-краеведческого музея Натальей Богдановой. Я пообещала, что мы покажем про историю музея. В 2017 году осенью музею исполнилось 50 лет. А в этом году ты мне напомнила, что в угловом историческом здании музей располагается ровно 20 лет. Сейчас еще не ровно, сейчас чуть поменьше, но в августе будет. В августе будет 20 лет, как вы переехали в это здание, которое, как я говорила, краеведы долго добивались и добились. У нас есть архивные кадры, которые я предлагаю сейчас вспомнить и людям посмотреть. Первый музей находился в районном дворце культуры. Откуда смотреть-то получается в левом крыле? В одном из крыльев. Там была одна комнатка всего. Он там был, он был общественный, естественно, никакого финансирования. Кто-то, может, дежурил. Один там был смотритель, который за эту комнатку отвечал. Потом были тяжелые времена у музея, а хорошие времена наступили в 1999 году, когда часть вот этого здания вашего начали... Одна комнатка в 60 метров. Да, начали понемножку отдавать вам. Начало было в том здании, которое со стороны Первого советского переулка, там, где сейчас ваш главный вход, он у вас переехал, кстати. Вот было так. В 2002 году передали большой зал с выставочным залом. В 2010, по-моему, передали второй этаж. И в 2015-м третий. Теперь мы владеем всем зданием. И с 2015 по 2018 вы его восстанавливали? Восстанавливали. Во-первых, мы расчищали, чтобы посмотреть, что там внутри. И создавали концепцию. В 1999 году, пожалуйста, глава района Леонид Андреевич Тардахлебов открывает. Да, Зинаида Юрьевна там на заднем плане. Да, на тот момент директор. Да, первый директор бюджетного учреждения, будем так говорить. Щелковский историко-крывический музей. Вот эти вот комнаты, они сейчас остались. Они такие есть, этими низкими потолками. Вот рукой там дотянуться можно. Да, и стенды эти, которые были. Нет, стенды там кое-какие уже переделали. Кои-какие и остались. Да, конечно. Кои-какие и остались. Зинаида Юрьевна мне рассказывала и показывала, что вот они следы от батюшка окроплял, и вот, пожалуйста, вам. Это краеведы, вот уже упомянутый Милиан Моисеевич, Надежда Федоровна Подзорова. Да, да, работает у нас сейчас Моисеяна, научным сотрудникам ведущим. Да, да, ценный сотрудник. Большое спасибо, Надежда Федоровна, за то, что она нам помогает. Ну, нам, мне, нам, телевидению. Это вот как раз показанные кадры передачи. А потом отдали помещение книжного магазина. Это был следующий этап передачи. И вот где, собственно, был книжный магазин, вот это вот и произошло. Ты год помнишь лучше, ты уже сказала, я что-то уже... 2005. 2002. 2002. 2002. Вот, вход был на углу. Сейчас вход на углу остался как запасной, да? Он закрыт, будет открываться по определенным каким-то таким важным мероприятиям. Вход будет находиться там, где сейчас вот новый. Новый оборудовали красивый, сейчас новый вход. Да, мне кажется, он более удобный. Потому что раньше с бокового входа, вот этого, с углового входа, ты сразу попадаешь в зал. В зимнее время это не совсем удобно. Надо было пройти через всю экспозицию, попасть каким-то образом в гардероб. Ну, это и плохо для предметов для музейных, и вообще для посетителей. Открывается дверь, сразу холодный воздух. А сейчас все, мне кажется, грамотно сделано. Кстати говоря, был же проект в 99-м году, который, к сожалению, не удалось воплотить. И в этом проекте тоже вход, главное, был перенесен на то место, где он сейчас находится. Мы вот сейчас увидели несколько человек на этих архивных съемках, которые, мы понимаем, работают до сих пор. Расскажи, пожалуйста, о коллективе. Коллектив очень... Молодежь ведь работает. И это, наверное, самое ценное, что вот можно себе даже представить. Коллектив обновился в последнее время. Пришло очень много молодых специалистов, очень грамотных, творческих. У нас новый художник. Мне кажется, даже посетители почувствовали это по нашей рекламе. У нас очень грамотный экскурсовод, который обладает огромным количеством познаний, способно запоминать огромное количество информации. Один-единственный экскурсовод ведет выставки по постоянной экспозиции, по нашей выставочной деятельности, которая сменная каждый месяц. Ну и, конечно, остались и, будем так говорить, старые кадры. Это, прежде всего, мы вот сказали о Надежде Федоровне, но я хотела бы сказать еще о Зинаиде Юрьевне Багровой, о первом директоре, который... Твоей маме? Да, моей маме, которая... У вас династия? Да, практически. Которая, как я считаю, создала очень интересную концепцию в том далеком 99-м году, которая, в принципе, живет до сих пор. И я знаю, что многие специалисты, приезжая в музей, тайком фотографируют, чтобы вот художественное оформление о себе потихонечку перенять. Я даже знаю... У вас надо денег платить за фотографирование или просто запрещено? Надо платить деньги, да. Но я знаю, для чего это делают. Мы же практически всех знаем в лицо, когда музейные специалисты из ближайших городов приезжают, и потом мы увидим где-то это воплощение деталей экспозиции нашей. Нет, мы не жадны, пожалуйста. Вот, даже у меня чувство гордости какое-то это вызывает, что мы можем тоже что-то показать, такое грамотно сделанное. Будем так говорить. Главный хранитель у нас тоже молодой специалист. Она приехала из крупного Тимрюкского музея. Вот, я считаю, что работа хранительская, очень важная для музея, одна из самых важных по сохранению музея. У нас очень грамотно ведется. Очень строго. Очень строго, да. Очень строго, да, да, да. Ну, я думаю, что, наверное, это правильно. Мы же должны своим потомкам оставить, соответственно, должны сохранить, правильно хранить, правильно оформлять. Кстати, знаешь, Ирина, у нас регламент нахождения предмета 20 минут. Вот регламент. Выдают человеку? То есть, да, вот если, нет, почему выдают человеку? Если у меня есть запрос, как у директора, подходя, например, к главному хранителю, мне надо найти экспонат. Регламент 20 минут. Вот по своим книгам специальным, по каким-то базам данных. А, найти, чтобы найти предмет. В архиве. Нужно 20, как сказать, максимальное время 20 минут. Ну, у вас же там, у вас же там эти специальные комнаты, там и температурный режим специальный соблюдается, и все такое. Мы стараемся это делать, да, у нас куплены сейчас и увлажнители, и поставлены кондиционеры. Мы стараемся поддерживать этот температурный режим. Конечно, наш музей не оснащен таким климатическим оборудованием, как крупные музеи, но мы стремимся к тому, чтобы предметы хранились правильно. Предметы хранились правильно. О предметах. Есть еще такие люди, которые тоже с музеем. Ты о них уже немножко сказала сегодня. О дарителях и о меценатах. И рассказала о том, как пополняется экспозиция музея. Я сейчас предлагаю нашим телезрителям посмотреть небольшой репортаж, который у нас недавно выходил. И это как раз тоже касается того, как новыми экспонатами пополняется экспозиция музея. Плюс еще предлагаю обратить внимание на то, что вот как раз там речь идет о формировании новой постоянной экспозиции. Да. Растила Первая мировая война. Давайте посмотрим. Новые залы Щелковского музея. Его экспозиционной площади после реконструкции стали вдвое больше. Появилось дополнительное пространство. Теперь его фонды пополнились двумя редкими экземплярами. Резитетную винтовку Бердана 1882 года и знаменитую винтовку Мосина передал в дар музею глава Щелковского района Алексей Валов. После того, как я сделал такую масштабную конструкцию, хочу внести свой вклад в оборудование музея. Хочу благодарю вам на музей Бердан 1882 года. Мне бы хотелось сказать, что этим Берданом воевали не только эмпиристическую войну, но и Великой Отечественной войне. И то, что 30 тысяч у нас призвали здесь в Щелковском районе на Великой Отечественную войну, они уходили из Берданами тоже. Спасибо большое. Это очень странный подарок. Спасибо большое. Винтовка Мосина выпуска 1943 года. С ней красноармейцы воевали Великую Отечественную войну. О таком оружии для новой коллекции год назад музейные работники спрашивали Алексея Валова. Пожелание было выполнено вовремя. В Крывическом готовится к открытию экспозиции, посвященной войнам 19-20 веков. Небольшим музеям очень трудно приобретать музейные экспонаты. Поэтому этот подарок, он настолько важен для нас, и он настолько ярко и полно представит экспозицию о Первой мировой войне. Мне кажется, это вообще очень здорово. Просили коллекционеров и обладателей этого оружия. В данном случае Алексей Васильевич сделал нам такой бесценный подарок. Мы, конечно, ее поставим в экспозицию о Первой мировой войне, которую мы сейчас активно готовим, которая планируется к открытию в конце января. Русские инженеры доработали американскую винтовку, и стрелять из нее стало еще удобнее. Оружие передано в хорошем состоянии. Сохранилось клеймо Сестрорецкого завода и номер изделия. По нему музейные работники попробуют установить сведения о первых владельцах. Предметы будут рассмотрены более подробно. Может быть, мы узнаем какую-то историю этих предметов. Естественно, изучим, когда появилось это оружие впервые. И затем будут эти предметы внесены в книгу поступления. И таким образом они будут включены в Музейный фонд Российской Федерации. И затем они будут внесены в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации. Сохранившееся до наших дней оружие займет центральное место в новой экспозиции на втором этаже музея. В табличке к подаренным экспонатам будет указано «В дар от благодарных потомков». Спасибо. Вот такое событие тоже в жизни музея. И я хочу сказать, что последний кадр, который вы видели, мы их уже подмонтировали после, уже эти экспонаты заняли свое место в экспозиции, посвященной Первой мировой войне. Я вот услышала там такой момент, хотела у тебя спросить. Есть какой-то общий каталог всех музеев по всей стране? Да. Создается вот этот каталог Фонда Российской Федерации, где все фонды, всех музеев передаются в этот общий фонд. Эта передача распределена равными долями, оформление этой передачи на несколько лет. Вот в этом году мы, практически оцифровав 2500 экспонатов, уже эти экспонаты доступны в Фонде Российской Федерации. Как дальше они будут, ну, как сказать, представлены в электронном виде или в каком-то как-то по-другому, пока я не могу ответить на этот вопрос. А как этим пользоваться? Понятно, для чего это? Вот если, допустим, где-то вот хочется найти в каком-то музее, ну, какой-то редкий, допустим, ну, или вот то же самое оружие, какую-то редкую модель, и можно узнать, где это есть? Да, это можно и для этого узнать. Это для оценки состояния фондов, потому что некоторые музеи, например, обладают оружием или, там, не знаю, каким-то предметом в тройном четверном экземпляре. Может быть, стоят эти предметы перенаправить в другие музеи, где их нет, а там они очень нужны. Это для формирования каких-то выставочных проектов, временных в различных музеях. Министерство культуры, например, Российской Федерации может эти выставочные проекты как-то контролировать, наверное. Я думаю, что это вот такое направление работы с этим фондом. Часто происходят вот такие вот события, как то, что мы видели? Когда очень ценные, я так понимаю, экспонаты передаются в дар людям? Ну, часто бывает. Хотела бы, конечно, еще чаще, но бывает. Вот, конечно, оружие – это, естественно, бесценное с точки зрения истории, с точки зрения финансов. То есть вы искали? Мы искали, да, мы искали. И просто-напросто в бюджете последних двух лет у нас не были заложены деньги на приобретение музейных предметов. Потому что задачи перед музеем стояли другие. Надо было закончить ремонт, прежде всего. На это деньги, прежде всего, уделялись. На оборудование. И когда такие случаются подарки, и очень кстати, и что приятно, что не надо было ходить, конючить, знаете, ну дайте, ну найдите, ну где-то дайте нам денег. А когда люди сами изъявляют желание, с большой охотой и с хорошим настроением передают свои реликвии в музеи, это же счастье, значит, история у них долгая будет у этих предметов. И будут нести себе положительный заряд, эмоции положительные. Спасибо. Безусловно, будет. Давай перейдем к дню завтрашнего музея. Расскажи, ну совсем далеко, в послезавтра пока не пойдем, пока пойдем в сегодня и завтра. Что в этом году, какие программы, какие выставки, может быть, какие еще, что предложат музеи своим посетителям? Чем привлекать будете? В конце марта у нас откроется очень интересная выставка «Гобелены». Помню, даже когда я поехала в Царицыно, познакомилась с художниками и попросила их о выставке в нашем музее, и разместила эту новость в Инстаграм, вы, ты, Ирина, мне написала, неужели «Гобелены» к нам приедут в музей? И если ты помнишь, я тебе пообещала, приедут. Они просто очень большие. Да, все, конечно, мы не разместим, но и большие тоже мы разместим, пару больших мы разместим. Этот вид искусства будет представлен четырьмя художниками, их работами, в том числе одной из самых замечательных представительниц гобелиного искусства – Альбиной Воронковой. И, конечно же, будем стараться очень-очень сильно открыть 7 мая экспозицию о Великой Отечественной войне. Постоянную экспозицию. Постоянную, да. И 18 мая у нас одно из главных событий нашей музейной жизни – это Международный день музеев и Ночь музеев-акция. Тоже программу мы сейчас составляем. Программа будет интереснейшая. Надеюсь, у нас будет много посетителей. Я даже не надеюсь, я даже уверена в этом. Я тоже в этом уверена, но все-таки спрошу. Какой, на твой взгляд, сегодня у жителей интерес к истории родного края? Вот все эти мероприятия проходят, люди приходят. Это один и тот же контингент? Или ты видишь там новые лица? Что говорят, что хотят, какие пожелания высказывают? Я хочу сказать, что вот это новое современное пространство на третьем этаже подтолкнуло молодежь. Потому что, конечно, возраст, будем так говорить, 20-25 лет. Вот у нас в музее он немножко провальный. У нас очень мало ходит такого возраста молодых людей. Вот старше уже появляются люди. Либо детей водят родители, да? Да. Ну, с детьми-то у нас все хорошо. Дети-то у нас, мне кажется, даже знают про музей больше, чем их родители. Мне кажется, если заезжий прохожий спросит, где же музей, дети быстрее ответят. Мы работаем плотно очень с образованием, нашим комитетом по образованию. И, конечно, школы водят детей к нам и на выставки, и на программы, и на постоянные экспозиции. Контингент, конечно, есть постоянные люди, которые уже прям свои, будем так говорить, делятся какими-то своими знаниями, впечатлениями. А есть, очень, кстати, много стало приезжать москвичей, да, целыми автобусами. Как, откуда они узнают? Что их влечет в Щелково и в Щелковский музей? Ну, это, наверное, социальные сети, прежде всего, где размещается реклама. Это наш сайт. И, ну, я все-таки думаю, что мы хорошо работаем, что у нас интересные выставки, что-то такое интересное происходит, необычное, что отличает наш музей от многих музеев в Подмосковье и других регионах. Да, я это тоже слышала и слышала неоднократно от разных людей, которые знакомы с похожими подмосковными небольшими историко-кровеческими музеями. Да, я знаю, кто лучший. Спасибо. Вот, давай опять к зданию вернемся. Ну, открыли третий этаж. Цель вроде бы достигнута, да, музей будущего создается. Последняя твоя фраза в фильме, посвященном 50-летию, была, ну, пока нам этого хватит. А что дальше? Есть какие-то планы по развитию? Говорили мы о внутреннем дворе, который тоже может представлять интерес. Ты мечтала о том, что будут, ну, хотелось бы открывать филиалы по территории Щелковского округа. Есть какие-то планы, которыми можно поделиться, которые вот не мечты, а которые уже могут быть реализованы? Ну, сначала немножко про мечты все-таки. Вот мы с тобой уже были на чердаке, у нас есть еще 400 квадратных метров чердака. Мы никого не скажем, но еще в музее есть. Да, интерактивное пространство, которым я мечтаю на чердаке, я надеюсь, оно воплотится в жизнь. У нас есть еще подвал, он, конечно, не 400 метров поменьше, но если его привести в порядок, оно тоже может, это пространство может служить огромную пользу для музея. Частично наша, часть подвала наша. Почему я не была? Ну, была когда-то давно. Мы же понимаем, что убрав какие-то хранения какое-то, да, мы можем использовать потом выставочные площади. И, конечно, этот год есть в планах открытие нашего отдела в Щелково-3, на Чкаловской, в ДК, да. Там будет выставочное пространство, рассказывающее об истории авиации. Ну, и в том числе, конечно, на Чкаловском аэродроме, о тех воинских частях, которые там находились, о людях, которые там проживали, и о достижениях авиации в нашей стране. Ну, это, безусловно, очень важно для Щелковского края, потому что авиация – это наше, ну, это, может быть, все, может быть, очень многое. Спасибо, Наталья Владимировна, Наташа, что пришла, рассказала, очень рада была в этой студии тебя видеть. Напоминаю, что директор Щелковского историко-краеведческого музея Наталья Богданова сегодня у нас рассказывала о работе этого учреждения культуры. Спасибо. 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 Приглашаю всех в музей. Безусловно, я тоже приглашаю. А сейчас вот будет еще одна важная информация, уважаемые телезрители. Погодные условия все видят какие, и в связи с этими погодными условиями утром ожидается очень сильный гололед. Поэтому мы вас просим заранее подготовиться, подберите подходящую обувь, будьте внимательны и осторожны, и будьте здоровы. А программа «Диалог» на этом заканчивается. Всего доброго, оставайтесь на Щелковском. Нам важен ваш интерес. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова